Hola amigos, вы на канале Испания наизнанку, а вы любите удивляться? Или, точнее, не так, а вы умеете удивляться? Ну, это чувство такое забавное, когда ты как бы не ждешь ничего, а оно фига и происходит. Или еще круче, когда ждешь чего-то и надеешься, ну, и теоретически оно должно вот-вот произойти, а по факту хренак и происходит, только не то, что ждали, или не то, на что надеялись. Ну, вот прям жизненный пример. Ты еще ребенок, и у тебя день рождения, и ты, конечно, ждешь PlayStation 5 от Родаков. Ну, а как может быть иначе? Это же ДРА, и у твоих друзей она есть. И вот наступает этот день, а тебе дарят сандали к лету. Ну, это обувь такая с дырочками. Но не могу сказать, что приятно, но ведь удивился, да так, что на попу сел. Ну, и вот тут то же самое. Грезишь этой Испанией, планы строишь, на блогеров подписываешься. И вот он, свет в конце туннеля, точнее, посадку стюардесса объявляет. И ты такой вот с трапа сошел, а там... Испанские квартиры. Это прям, ну, удивляйка какая-то, прикол века. Когда вы только планируете ее купить или снять, первое, что бросается в глаза, когда вы объявки пролистываете, это какие же они все тут расточительные. Квартиры могут быть и четырех, и пяти, и десятикомнатными. Вот это да! Вот это замок! Вот это хоромы! Но не спешите радоваться. В испанских квартирах эти вот комнатки, это спаленки. Притом не спальни, а именно спаленки. Встроенный шкаф, кровать и прикроватная тумбочка. Хотя нет стопе. Для тумбочки там места нет. Так же, как и для ног. Ну, если мать природы немного влеклась. Алканавты за рулем! Россия самая пьющая нация в мире! Не верьте в это, это все злые языки говорят. В Испании выпить бокал, другой винишко, или пару батлов пива, ну, тройку, ну, четыре. Ну, не больше пяти, если закусь хорошая. В общем, тут нормой считается 0,5 промилле. То есть, в таком состоянии ты можешь рулить, но если, конечно, помнишь, куда. А в России эта норма составляет 0,3. Но и прикол на этом не заканчивается. В России, если данная планка превышена, автоматически идет штраф в 30 кусков, ну, или 330 евро. И лишение прав на срок от полутора до двух лет. Заметьте, не или, а именно и. Ну, и как альтернатива на месте порешать, срок уменьшается, а цифра в евро, ну, так на нолик увеличивается. Ох уж эти правила негласные, досийские. В Испании оно все веселее. Если содержание будет от 0,5 до 1 промилле, то это штраф в 500 евро. Если до 1,2 промилле, уже штука евро. А вот все, что выше, это уже турма. На 3-6 месяцев или штраф в размере от 6 до 12 минимальных зарплат. Или общественные работы от 30 до 90 дней и решение прав от года до 4. И да, кстати, маленький такой дисклеймер. Я никому не рекомендую испытывать эту норму на себе. И тем более пробовать искать альтернативные варианты решения вопросов с блюстителями порядка. То есть с людьми, для которых честь мундира превыше всего. Да и вообще, мы же все тут за правильно и за ЗОЖ. Помните? О, кстати, о ЗОЖ. В Испании очень мало толстых людей. Ну, то есть очень-очень мало. Хотя фастфуды тут на каждом шагу. И говоря про мало, я не пытаюсь со штатами сравнивать. Тут заведомо, там, там, звездно-полосатый, вообще впереди планеты всей. А все почему? А все потому, что тут все на спорте. Все бегают, гоняют на великах. И, кстати, неважно какая погода. Каждый раз, когда я вижу людей, бегущих по солнышку, летом, часика где-то там в 2-3, когда асфальт кипит, у меня даже в машине с кондеем и то пот прошибает. А они ничего так, шавелятся, передвигаются. В общем, то ли они все киборги, то ли... То есть вы приехали, вот из окошечка, из такси, вот эту всю картину видите, и четко понимаете, что это происходит не сейчас. Точнее, это вообще не происходит. Такого быть не может. Это какая-то параллельная реальность. Вы ведь помните, что мы сейчас об Испании говорим? Ну, страна такая, где теплышко желтое наверху светит, и температура поднимается под 40 только в путь. И вот в этой стране, в квартирах у людей, вместе со стиралками стоят еще и сушилки. Но не те, что вы подумали, палочки такие с прищепками, а этакие клоны стиральных машин, только которые почему-то не стирают. И штука эта здесь просто must-have, особенно на побережье, так как влажность здесь шкалит, и вещи без этих гаджетов просто не высохнут. Букеты с цветуечками. Ну, розочками там или ромашками. Тут с четным количеством. Я говорю о готовых букетах. Ну, и как следствие, приходится парочку покупать и дербанить их. Ну, у меня же две девочки, так что, в общем-то, меня это не сильно обламывает. Но факт остается фактом. Нет, я, конечно, понимаю, что главное, чтобы букетик был красивым, а четное там количество цветочков или нечетное, не так и важно. Или важно. Ну, вы пишите в комментариях, кто пробовал поэкспериментировать на эту тему. Чем закончилось, как прошло. Я надеюсь, руки и ноги целы. Печатать же сможете. Фанатики или патриоты? Я, честно, не видел тут машин или байкеров с флагами Испании. Но вот могу точно сказать, что нет ни одного дома, где на балконе не висел хотя бы один флаг страны или региона. Притом, вид у некоторых такой, что, ну, не знаю, предполагаю, что они с момента основания страны там висят. Круче всего с этим всем обстоят дела, конечно, в Каталонии. Ну, там, где Барселона обосновалась. И если обычных испанцев еще можно называть патриотами, то вот эти точно фанатики. На каждом балконе, на каждом дереве флаги, гирлянды, бумажки, ленточки с символами независимости и Каталонии. Они же, как считают, курица не птица, а Каталония не Испания. Ну, и как следствие, особо двинутые на этой идеи, ну, коротают свои денежки в турме. Хотя, кстати, не так давно, буквально, какое сегодня, что там, 23 июня, их всех освободили. О, как! Подарочные чеки! Это вообще штука ржачная, особенно по незнанию. На одной из первых днюх нашей дочки мы позвали гостей. И вот, что было интересно, все дарили подарки с чеками. Ну, поначалу мы, конечно, не втыкали в эту тему, ну, как бы, зачем хвастаться? Ну, подарите, уберите чек, зачем? Ну, это было только начало. Ужас в наших мыслях наступил ближе к концу дня, когда все разошлись, и мы начали подарочки эти дербанить. А они, о чудо чудное, все были с надписью регало. И без цены. Ну, регало это значит подарок. То есть, эти засранцы где-то по каким-то хитрым акциям что-то там себе купили, и им в подарок подарили вот это вот все, что они нам с чистой совестью передарили. Нет, ну, о чем мы темно еще подумать-то могли? Ну, оказалось, все чуть проще. В магазинах всегда можно попросить сделать тебе чек без цены. И вот этот чек потребуется на случай, если подарок решат поменять, вернуть. Ну, или как минимум, чтобы была гарантия. Так как в штрих-коде, конечно, вся информация есть. Вежливость. Здороваться и прощаться тут принято со всеми и всегда. Притом, знаешь ты человека или нет, это уже вопрос десятый. Точнее, даже двадцатый. Будьте здоровы, не кашляйте, и все в таком духе. Тут это норма. Особый прикол заключается в том, что тут, если вы пересеклись с человеком, но двигаетесь в разных направлениях, то надо не здороваться, а прощаться. Ну, вы поняли идею? Вы с ним не здоровались, а уже прощаетесь. И вот эта штука тут, и спустя 8 лет для нас, ну, она необъяснима. И мы всегда здороваемся, а с нами всегда прощаются. Ох, вот такие они, местные, колоритненькие приколы и удивлялки. А вы были на канале «Испания наизнанку», и я пытался вас удивить. Ставьте лайк, если вам понравился видос, ну и подписывайтесь, если все еще этого не сделали. Ну и до новых встреч. Пока!